Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении свечной анализ бинарных опционов а если вы еще не подписаны на наш канал то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик а мы продолжаем японские свечи в торговле бинарными опционами является одним из самых популярных типов графика так как помимо простого и понятного отображения цен такие графики можно использовать для прибыльной торговли без использования стратегий или индикаторов для бинарных опционов и такая торговля становится возможной благодаря свечным паттернам которые без проблем может применять даже новичок в трейдинге немного углубившись в изучении свечного анализа бинарных опционов свечи для отображения цен применяются на рынке довольно давно но не во всем мире и первым кто начал применять такой график был японский трейдер мунэхиса а весь остальной мир узнал о свечах благодаря стиву нисону который написал книгу японские свечи после чего данный тип графиков стал очень популярен у многих трейдеров и также стоит отметить что до свечного графика самым популярным был график бара чтобы успешно применять свечной анализ в торговле бинарными опционами обязательно стоит знать как строятся свечи и принцип их построения довольно прост вне зависимости от того в какую сторону закрылась свеча у каждой свечи будет иметься тело и тени тело свечи это цена от открытия до закрытия а тени свечи это диапазон который прошла цена за определенный промежуток и чаще всего восходящие свечи окрашиваются в зеленый цвет они сходящие в красный но могут быть и другие цвета следующее что стоит изучить после принципа построения свечей это виды свечей определять виды свечей проще всего по их теням и равные тени с обеих сторон свечи как у волчков будут говорить почти всегда о неопределенности на рынке тогда как такие свечи как братья мару бозу будут наоборот говорить о сильном тренде пин бары можно наблюдать не только на разворотах а и в восходящем или нисходящем движении и такие свечи говорят о направленности в ту сторону с которой меньше тень также существует еще несколько видов свечей которые могут появляться на рынке довольно редко но при этом смысл их точно такой же как и у обсуждаемых выше к таким свечам относятся доджи звезда и могильный камень и отличает эти свечи от других только то что у них нет тела но стоит знать как они выглядят так как они могут применяться во многих формациях говоря о свечных формациях существует их огромное множество но на начальном этапе использовать их все будет очень сложно поэтому можно выделить самые основные и для упрощения нахождения свечных паттернов можно использовать специальный индикатор который называется японские свечи скачать данный индикатор можно с нашего сайта и ссылка на его скачивание будет под видео и после установки индикаторов терминал метатрейдер 4 остается только перекинуть его на график единственная формация которую стоит убрать это харами она находится в самом конце убрать данную информацию стоит только потому что она появляется очень часто и может запутать трейдера и все равно на графике остается довольно много различных формаций конечно же будет абсолютно неправильно торговать по каждой формации которая отмечается на графике и секрет свечного анализа заключается в торговле по тренду и давайте разберем для примера маленький участок с несколькими паттернами у нас открыт часовой график и мы имеем восходящий тренд на данном промежутке поэтому после получения сигнала от медвежьего поглощения покупать опцион путь не стоит так как это будет сделка против тренда и подождав несколько часов можно было получить уже бычье поглощение и сигнал на покупку опциона call который конечно же стоит покупать так как тренд восходящий и сигнал идет по тренду следующим сигналом на покупку опциона call была формация 3 внешних дня вверх в этом случае также можно приобретать опцион call но когда был получен следующий сигнал от такой же формации приобретать опцион call не стоит так как свеча на которой появился сигнал является внутренней свечой предыдущего бара и говорит о слабости направления вверх хоть тренды не поменялся на следующей свечи но при получении такого сигнала с медвежьим поглощением можно рассмотреть покупку опциона путь так как поглощение было очень сильным и свеча ушла далеко вниз но стоит все-таки отметить что более правильным вариантом в данном случае будет рассмотрение только сигналов на покупку опциона call так как мы имеем восходящий тренд и в заключении хочется сказать что как видно из данного примера торговать все формации стоит только по тренду независимо от того отдельные это свечи или свечные формации придерживаясь такого подхода торговли по тренду можно будет извлекать максимальную прибыль с торговли бинарными опционами тогда как торговля против тренда будет нести дополнительные повышенные риски что может привести к ненужным потерям если данное видео было для вас полезным не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик установив настройках уведомления на все видео чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта желаем удачной торговли а